В законодательном собрании Ульяновской области прошло совместное заседание Совета по предпринимательской инициативе при правительстве и фракции «Единая Россия». Мероприятие провел губернатор Сергей Морозов. Главными темами совещания стало обсуждение итогов социально-экономического развития региона и планы повышения темпов роста экономики на 2017 год. Мы поработали с федеральным правительством, потому что там сейчас готовится план действий правительства на 2017-2025 годы. И в результате у нас получился, на мой взгляд, очень добротный документ, который позволяет нам иметь надежные показатели и наращивать нашу экономическую и финансовую мощь. Председатель экспертно-экономического совета при губернаторе Анатолий Лапин, принявший непосредственное участие в разработке плана повышения темпов роста экономики, высоко оценил документ. «Этот документ, он носит не столько, так скажем, антикризисный характер, сколько документ, направленный на развитие конкурентных преимуществ региона, на стимулирование, изыскание дополнительных драйверов роста. Ну и в целом, так сказать, отражает достаточно, на мой взгляд, согласованную такую позицию экспертного сообщества и органов власти. Поэтому думаю, что, наверное, нужно принимать его, тем более он же, так сказать, не канонический какой-то религиозный текст. То есть его можно дополнять, изменять, корректировать. Вот поэтому я считаю, что в качестве основы его вполне можно принять и дальше двигаться, так сказать, вот по нему». Еще одной темой для обсуждения стал вопрос утверждения дорожных карт по внедрению целевых моделей для улучшения делового климата и развития предпринимательской деятельности. «Те 12 моделей типовых, скажем так, регионов, которые были утверждены еще в Ярославском государственном совете, были взяты за основу в работе Ульяновской области. Соответственно, были созданы проектные команды и утверждены дорожные карты, по которым сегодня все будут жить. То есть вот та большая реформа всего правительства, вообще всего, всей системы управления Ульяновской области, которую губернатор планомерно продвигает с конца прошлого года, она как раз выливается в большую работу, связанную с целевыми показателями деятельности всех различных направлений, не только просто органов власти в виде министерства, а больших проектных команд, в которые входит и бизнес, и инженерные организации, и естественные монополии. То есть все, от кого зависит качество делового климата. В состав таких команд входят бизнес, инженерные организации и монополии. В общем, все, от кого зависит качество делового климата. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости. Ульяновская правда.